Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня у нас с вами почти шекспировская дилемма. Снимать либо не снимать, вот в чем вопрос. Технические сорта винограда на вино, если они еще не достигли нужных параметров. Конечно, во всех видео я вам говорю, что за исключением определенного узкого спектра специализированных вин, например, шампанского, нам надо, чтобы виноград максимально набрал свои кондиции, сахара и все прочее. Но, к сожалению, не всегда бывает так, как мы бы хотели. И вот этот год у нас такой показатель. Многие сорта, они, может быть, и набрали бы сахара, но ввиду вот всей сложности года, задержки вегетации весной, у меня еще и градом побило, засушливой погодой, плюс еще сильные ливневые дожди, очень обильные в начале сентября. Даже если сахар набрался, он размылся. И, к сожалению, многие сорта сахара не набрали. Конечно, сейчас некоторое время стоит хорошая, теплая, приятная погода. И я вижу, как сахар прямо на глазах набирается буквально чуть ли не каждый день. Если ходить измерять, то это заметно. Это очень заметно. Два дня назад я смотрела, было, например, 16 брикс, сейчас уже 17, 17 с половиной. То есть сахар растет. И вот еще бы пару дней. Буквально, вот, наверное, я думаю, что пять, ну, недельку, и все было бы замечательно. Но завтра у нас последний теплый день. Сегодня 15 сентября. Видео выйдет 16, потому что я не могу его так быстро закачать за городом. К сожалению, интернет очень плохо ловит. И вот завтра последний теплый день. После этого начинаются дожди. Дожди длительные, дожди затяжные. То есть мы опять сталкиваемся с чем? У нас опять будет размывать сахар у нас. Опять будет размывать ароматику. Не исключен треск. Хотя я думаю, что уже, наверное, ягода вряд ли будет трещать. Но все размывается. И только-только у нас определенный, ну, хотя бы какой-то уровень достиг. И опять он падает. Но даже не это главное. А температуры очень сильно падают. Ближайшую неделю, даже, по-моему, полторы, по прогнозам, температура дневная, дневная. Не поднимается выше 10 градусов. Для винограда это биологический ноль. Все, он расти не будет. Ни один его орган не будет нормально работать. Напомню, сахар дает лист. Лист, там осуществляется процесс фотосинтеза. Производятся сахара, которые идут в ягоду. Если температура такая низкая, лист работать не будет. И сахара ягоди взять негде. Ну, и это еще не все. Дело в том, что ягода, как и другие органы растений, еще и дышит. И расходует на процесс дыхания. Как раз таки сахар. И что происходит? Мы его теряем от дождя. Да? И мы его теряем в процессе дыхания. Пример из литературы. 100 килограмм созревших ягод рейслинга в течение 10 дней на дыхание тратят килограмм сахара. Это замеряли ученые. Может вам покажется, что это не так уж и много. Но с учетом всех остальных факторов, у нас вот этот такой важный показатель сахара будет очень сильно снижаться. Но вы мне скажете, что я вам рассказывала о том, что в процессе дыхания может кислота расходоваться. Может. Кислота яблочная действительно может расходоваться в процессе дыхания, превращаться в сахар. Но при определенных температурах 35-40 градусов. А у нас 10 в лучшем случае днем. Ночью я вообще молчу. Мне страшно смотреть эти прогнозы. Ну, вроде одну ночь обещают минус один. Может быть, еще и передумают, а может быть, и не передумают. Ну, а если вот еще пройдется легкий морозец, то, в принципе, держать ягоду дальше смысла нет. И поэтому мы сопоставляем все факторы и принимаем решение. И я принимаю решение всю ягоду снимать. Вот завтра у меня еще будет такой теплый день, когда я смогу это делать, теплый, сухой день. И я обязательно всю техническую ягоду убираю. Кое-что уже снято, то, что с хорошими сахарами, но то, что со слабоватыми. Будем снимать, будем пробовать улучшать. Попробую у родителей подогреть баню и вот там подержать при температуре приблизительно 40 градусов. Посмотрим, насколько сахар повысится. То есть я решила в этом сезоне не подслащать, хотя я это никогда не делаю, но пойти как бы более сложным путем. Именно таким образом улучшить параметры винограда. Со светлыми сортами, в принципе, не все так критично. Даже сахар 17-18. Ну и что, светлые сорта, которые у меня остались, они все высокоароматные, я их пущу на 15. И если там будет ниже уровень алкоголя, то ничего страшного, для меня это абсолютно не критично. А вот что критично, это потерять тот сахар, который уже есть. Ну и давайте говорить откровенно. Если такие погоды, то кустикам надо уже готовиться к зиме. И надо, чтобы питательные вещества уже шли не на ягоду, а на вызревание лоз. Конечно, у многих вызревание лоз достаточно хорошее, но тем не менее мы тоже смотрим прогнозы погоды и видим, что все как-то очень печально и очень грустно. Совсем погода не балует. Поэтому кустиком тоже надо отдыхать. Бывает на некоторых сортах особенно. Срезаешь урожай, буквально через 2-3 дня желтеет листик, тут же вызревает лоза, если она там еще была недозревшей. Ну и все, кустик к зиме готов. Поэтому пусть готовятся, поскольку наша задача в наших условиях, у нас еще и зимы бывают разные, бывают суровые, чтобы мы не только собрали хороший урожай, но еще и сохранили наши кусты, чтобы они перезимовали эту зиму. Не просто перезимовали, а хорошо перезимовали. Ну и дали нам урожай в следующем году. Может он все-таки будет лучше. Мы наконец-таки сможем сказать, что у нас наступил хороший год. Ну отвечая на вопрос, поставленный в начале видео, я для себя на вопрос, поставленный в начале видео, уже ответила. Ну а вы решайте сами. Не надо меня спрашивать, снимать ли я году вам. Я за вас не решу. Это лично ваше решение, исходя из всех обстоятельств, которые есть у вас. Исходя из того, в каком состоянии находятся ваши кусты, исходя из того, какой у вас будет прогноз погоды, он может сильно отличаться от моего. Ну и исходя из каких-то других ваших обстоятельств. Конечно, я вам желаю, чтобы у вас была максимальная возможность доспилить вашу ягоду на кусте. Но если такой возможности нету, как хотя бы чуть-чуть улучшить параметры, есть отдельное видео и ссылку в описании я вам оставлю. Ну а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще будет» ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!